Приветствую вас, мои хорошие! Как-то вы меня просили рассказать о судьбе, какие-то интересные истории. Сейчас я вам расскажу историю, две истории. Две истории, двух судеб. Это будут судьбы двух российских военнослужащих. Сейчас скажу. Сейчас скажу. Из состава 70-й мотострелковой какой-то МСП ВСРФ. Россияне хорошо запомнили, да? Бабье, 70-я МСП ВСРФ. Два урода, которые расстреляли украинских военнопленных. Видео расстрела выложено сейчас в телеграм-каналах. Роман Кошмал выложил. К сожалению, сбылся этот жуткий расклад, который был на июле для Украины. На Запорожском направлении россияне расстреляли группу украинских военнопленных. Помните, в самом конце, вот у кого есть, сейчас можете перелистнуть, найти, большой расклад для Украины называется. Вот он был как раз, ну, в конце июня. Этот расклад жуткий, к сожалению, он сбывается, он сбывается почти дословно. Так вот, в конце этого расклада был расстрел какой-то пленных украинских. Расклад отыгрался. Но, это не конец истории. Конец истории еще впереди. Есть видео этого расстрела. Я не знаю, возможно, с дронов снимали. Не знаю. Так как есть видео, то есть живая энергия людей, которые на этом видео совершали военное преступление. Ну, я как-то не практикую гадости делать. Ну, кроме, кроме как разрушать Кремль, насылать на Москву потопы, ураганы, затапливать их пеплом засыпать. А Путина, знаете, как я уничтожала? Его, вы не поверите, его тушку изувечину склевывали бройлеры. Россияне. Россияне, как бройлеры, разрывали его тело. Разорвали. А потом всех этих бройлеров вместе собирали и взрывали в космосе. Они на молекулы разрывались. Ну, это мои медитации. Но конкретно вот так на какого-то человека, даже если он преступник, я сегодня впервые, я сегодня впервые собрала вот так. Ну, что у меня было, то и собрала энергию, наверное, наверное. Прошлась по нему. Есть расклад, что ждет. Там два человека. Так вот, про судьбу. Расклад на одного. Я просто хочу, чтобы понимали, что оно все сбудется, потому что случилось то, что было предсказано. А теперь просто знайте, что случится то, что сейчас будет предсказано. Один, который стоял выше, сюда, правее. Он прям над головой у пленных стоит. Что его ждет? Сначала ждет его триумф, торжество. Он на коне. Он получит, видимо, награду. Награду он получит. И его женщина, видимо, жена, получит за него какую-то или премиальную зарплату. Куш! За убитого пленного, за расстрелянных пленных им еще деньги положены. Он получит за убитого украинского пленного свои серебряники. Ну, вот так будет. И как только деньги коснутся рук его бабы, это будет последний его день. Тупик его. Это будет последний его день. Последний его день. будет так, как я сказала. Он сдохнет. Ибо ждет его башня. А знаете, какая башня? Жена возьмет пентакль в руки. Вот как с карточки с ним на руки. Так ему голову снесет. А дальше она получит тело без головы в закрытом гробу. Тело без головы. И будет так. И будет так. Второй. Второго история интересней. Вы про судьбу спрашиваете. Даже не знаю, кому больше повезло. У другого история дольше. больше. Просто когда я, когда направляла энергию, то мне именно вот этот, который над головами, как-то так, глаза упал. И я прям вот на него. И вот он быстро сдохнет. Быстро. А второй у него по-другому. У второго много баб. Много баб в семье. И кто-то за ним сильно плачет и боится. Кто-то за него сильно молится. Чебарамолка, кака, чешу. Молишься, да? Молишься за своего убийцу? Молишься? Молится. У него многодетная семья. Он отец большой семьи. И за него жена молится, боится, плачет за него. И вообще у нее молитвы рабочие. Рабочие молитвы. Помогают. Помогают этому уроду. Да. Но молитвами Акара не променет. Нет. Нет. Я вам скажу, что ждет. Это еще веселее. Это еще веселее. Он выживет. И он придет с войны живым. Ну, раненым. Я думаю, он будет раненый с головой. С головой проблема будет. Скорее всего. Знаете, так по девятке. Ранение, видимо. Я так подозреваю в голову, потому что, ну, судя по событиям, которые дальше будут разворачиваться. То есть, тому голову снесет, а этому голову только заденет. Я вам говорю, так будет. Посмотрите. Может, потом новости даже услышим. Малый. еще у него с ребенком. Что-то будет с ребенком после этого. После того, как он вернется. А, успеет он ребенка еще одного родить. Будут его поздравлять. Еще один. Это многодетная семья. У них еще один ребенок родится. И будут его поздравлять с рождением. Праздник еще в семье будет. Да, еще, да. Вот такая судьба. Да. А вот только потом отыграется его страшный суд. После рождения у того голову снесет, как только женщина возьмет деньги в руки. А у этого страшный суд придет, когда ребенок еще один родится. Должна еще одна душа прийти. И вот когда она придет, тогда сработает страшный суд. А знаете, что будет? Песец вообще. Это просто песец. Он с ума сойдет. Он сойдет с ума. У него видимо по сравнению какие-то будут осложнения. И у него здесь по луне совсем какие-то агрессивные моменты. Он станет агрессивным. Агрессивным. Припадки будут по силе. Припадки агрессивные. И знаете, что случится? Он эту свою молящую жену убьет. Которая его вымолила с войны и ребенка ему родила. Он убьет. Убьет свою жену. Припадки. в иллюзиях в своих каких-то припадках. Что-то ему покажется. Убьет. Убьет. И отправится в тюрьму. И жить еще будет довольно долго. Только в заточении. В заточении. Будет жить. С разбитым сердцем. Будет понимать весь страх. Весь ужас. Весь ужас сотворенного. Будет понимать. И все его дни до самой смерти. До самой его смерти. А он конечно сдохнет. Он будет ужасаться. Кстати его убьют. Он не своей смертью сдохнет. Да да да. Не вы думаете о что? Смотрите. Вот он убьет жену. Дальше он отправляется в зону. и будет там с большим сроком. И вот он будет с разбитым сердцем. Уйдет он. Смерть его будет насильно. Убьют его. Вот он будет уходить. На тот свет насильническая смерть. Убьют его. Убьют его. Но все это время его сердце будет разрываться от боли. Убьют потому что луна иллюзия. Что-то ему покажется. у него знаете как какая-то агрессия на него найдет. Причем он как даже не в себе будет скорее всего. Вот человек как не в себе. По иллюзиям у него по луне будет агрессия и он проявит эту силу к собственной жене. Вот вам и судьба. Судьба человека. Это вам расклад на двух убийц на двух военных преступников из 70-ой мотострелковой российской там какой-то части которые расстреляли украинских военных которые сдались в плен. к вам и рассказ про судьбу человека. Такая судьба. Фух. Я точно знаю что так и будет. Так и будет. И вы не сомневайтесь. Так и будет. Сегодня один будет. А второй мяч висит. Над первым мяч висит. Уже вот вот ну уже вот вот все. Вот сейчас вот как только деньги это видимо скоро. Вот сейчас как только будет передача ну вот она возьмет и все. все. Ну а второй еще поборется. так и есть все. Карты говорят второй еще поборется. Сначала жену свою убьет. Мать многодетную. А потом его в лагере. Вот вам и судьба. А вы говорите карма не существует. Существует. лагель. Продолжение следует...